Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее будут вести Галина Конопосевич и Василий Богданов. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Болотов, руководитель отдела маркетинга Creative Wine. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И сегодня у нас вкусное путешествие в Австралию. Сегодня мы путешествуем в Австралию, хотя в том числе можем сделать короткую остановку в Тверской области, в городе Весегонск. Это мы в конце поговорим. Да, мы уже перед началом передачи немножко обсудили, как построить. Но давайте все-таки начнем с австралийского путешествия. Да. Какое будет это путешествие? Ну, не совсем стандартное, обычное. Хотя сейчас такой вид путешествия, о котором мы будем говорить, становится все более модным и модным. Ну, смотрите, наверное... Это будет дегустация вин, да? Чтобы наши зрители наконец поняли, о чем идет речь. Да, сегодня, наверное, мне хотелось бы представить Австралию в таком новом, что ли, свете, да? Что это не только крокодил Данди, это не только смертоносные пауки. Страна кенгуру и овец. Да, страна кенгуру и овец. И вообще замечательная, потрясающая и разнокультурная страна. Но сегодня я хотел бы представить эту страну, где я лично прожил 6 лет и, в принципе, попутешествовал по различным регионам. Это, на самом деле, страна, где произрастает и производится очень большое количество разнообразных вин. И винный туризм, как, ну, по большому счету, элемент гастрономического туризма, очень хорошо представлен, развит. Ну, вот эта страна действительно в России малоизвестна, потому что мы принято считать, что... Мы знаем все-таки о винах Австралии. Многие их любят. Ну, и, правда, не знаю, насколько хорошо здесь представлены австралийские вина, вот с вашей точки зрения. Ну, смотрите, на самом деле проблема с, условно говоря, там, дистрибьюцией, да? Я просто сейчас, как маркетолог, немножко какие-то сложные там вещи вам скажу. Если буду путать, то сразу там... Мы спросим, если что не понятно. Да, поставьте меня на место. Логистическая цепочка, ну, представляете, да, там, где находится Россия, где находится Австралия. Вот, и... Достаточно сложная. Да, и, соответственно, логистическая цепочка там, ну, в теории выглядит достаточно просто. Это взял, там, погрузил на теплоход, привез. Ну, там через месяц он привез, да? Да, ну, там через два, может быть, там через три. Но, когда вот, условно говоря, вино, которое вы закупили, предположим, там, за два доллара за бутылку, и которое пока еще в умах российских потребителей не воспринимается там дороже, чем... Как брендовое какой-то, да. Это, кстати, тенденция меняется сейчас в Западной Европе, в Германии, в частности, и в Великобритании, естественно, да, австралийские вины, в принципе, вины из Нового Света, уже научились себя маркетировать как премиальный сегмент. Ну, не суть, к чему я говорю. В итоге получается, что закупив, ну, скажем так, среднего качества вино в Австралии, на полке здесь оно встает по цене хорошего, дорогого французского вина. И в этом проблема основная. Соответственно, и проблема, то, что получается некая ниша, и наш потребитель пока еще не понимает, почему он должен платить за что-то с этикеткой, там, в виде кенгуру, да, там рядом стоит французское дорогое вино. Тогда, собственно, в саму Австралию. Да. Итак, с чего начинается путешествие по вот что там произрастает, там, какие-то регионы или что это? И вообще, куда ехать лучше, в какой регион Австралии, да, дегустировать вина и покупать, может быть, изучать этот вопрос. Ну, смотрите, исторически в Австралии, да, до появления там первых великобританских колонистов в 1788 году, случилось-то 26 января, собственно говоря, виноградной вазы на континенте не было, да. То есть, в принципе, она, естественно, прибыла туда вместе с британскими колонистами. Которые были зачастую каторжниками. Ну, которые были, иногда это были в том числе очень уважаемые люди, да, которые были вхожи в Букингемский дворец. Вот, это уже потом, соответственно, там, для того, чтобы освоить регион и территорию, начали всяческим насильственным образом туда заселять, которые, замечу, жили в очень хороших условиях, с видом на океан, в камерах, да, со свежим воздухом, различных преступников. Ну, не суть. По большому счету, Австралии потребовалось примерно лет 50, а только к середине, наверное, 19 века. Потому что, насколько я помню историю, первые гекалитры вина в Великобританию, да, на стол британской короне, были отправлены, по-моему, в 1843 году, если не ошибаюсь. Вот, а второе рождение уже непосредственно, да, когда в стране начали активно развиваться неизвестные до той поры европейские сорта, да, собственно говоря, австралийское виноделие приобрело после Второй мировой войны. В Австралию прибыло большое количество виноделов из Испании, из Италии, из Франции. И они, по большому счету, принесли новое какое-то, да, новое знание. С тех пор получила новый толчок к развитию виноделия. А вы вот в плане, ну, конечно, вопрос уже заранее, я его задаю, и ответ знаю. В плане вин очень хорошо разбираетесь, и можете сравнивать, и вот эти тонкие ноты, букеты, все чувствуете. Вот с вашей точки зрения австралийское вино, как бы вы поставили, например, рядом с французским или, не знаю, чилийским вином? Ну, смотрите, я, наверное, все-таки не могу себя возвести в ранг сомелье профессионального, да, поэтому, скорее, я просто ориентируюсь на какие-то свои личные ощущения. Вот, но Австралия исторически делает очень хороший шарас, который, к слову сказать, является любимым вином популярного австралийского актера, сейчас голливудского, да, Хью Джекмана. Так как в Австралии исторически очень много солнца и достаточно большое разнообразие почв, то можно сказать, что, например, красные вина австралийские, они чуть-чуть мягче, чем, например, европейские. Чем французские. Там, если, говорит, совсем просто, вы можете выпить две бутылки французского вина, да, и две бутылки австралийского вина, с большей долей вероятности голова не будет болеть после австралийского вина. А сами австралийцы любят свое вино или они предпочитают какие-то другие вина? Австралийцы, на самом деле, очень любят вина. Для них это реально часть культуры, так же, как, допустим, спорт. Да, так же, как для французов. Они любят о них говорить, они их любят выращивать. Например, на сегодняшний момент в Австралии примерно 60 различных винных регионов, там какие-то регионы чуть поменьше, там буквально, может быть, 20-25 маленьких или средних по размеру виноделин. Есть большие регионы. Ну, вот, например, в Южной Австралии, это, в принципе, такой средний по численности штат, там живет около двух миллионов человек, но он славится тем, что там выпускают очень большое разнообразие красных вин. Ну, в том числе есть и белые, в том числе и красные вина. Так вот, там практически в любом саду, да, вот фактически каждое, там, не знаю, домохозяйство, это маленькая-маленькая винодельня. То есть любят делать домашние вины? Да, абсолютно, вы можете прийти в гости и там абсолютно будете уверены, что он поставит на стол. Наверное, какие-то свои рецепты, свои какие-то там секреты. Своя рецептура, свои какие-то секреты. Если говорить, допустим, о там маленьких частных винодельнях, где буквально там семейный бизнес, там 3-4, максимум 5 человек, и, как правило, история начинается, там, не знаю, 3 поколения назад, когда там дедушка из Греции или там из той же Италии приехал, а сел, решил заняться виноделием, передал по наследству, да, на свои какие-то профессиональные секреты сыну, дальше, соответственно, сын внуку. И вот вы смотрите, две, по большому счету, одинаковые, похожие винодельня, ну, вот, например, Ризлинг, который лично я очень люблю, вот здесь отличается от Ризлинга, который, вот там, не знаю, буквально 100 метров, потому что здесь они вот что-то делают дополнительно с ним. Вот лично я полтора года прожил в небольшом городке австралийском Маунтгембе, там всего 23 тысячи человек. Известно оно тем, что там потрясающая красота озера, оно голубого цвета, вот прям реально как моя рубашка. У нас даже есть на плаве эта фотография, да, если будет возможность, покажите зрителям. И рядом с этим городом есть незаслуженно обделенный вниманием регион, который называется Куновара. То есть если вы сейчас, допустим, просто войдете в Google или в Яндекс, там в Обьете, куда поехать, да, там, чтобы посмотреть, попробовать вина, то, скорее всего, он не попадет в первую, там, десятку, он будет, там, не знаю, может быть, 20, там, 25-я позиция. Ну, это просто региональная проблема, то, что для того, чтобы доехать, нужно, там, потратить 5 часов на машине или, там, час на самолете. Но там делают потрясающий Ризлинг, там делают потрясающие белые вины, потому что там, ну, очень удачно для произрастания, да, и производства белых вин. Климат, там достаточно много дождей. И там делают, опять-таки, замечательные красные вины. Хочу, ну, не в плане, не на правах, может быть, рекламы. Когда в 2010 году в Австралию с официальным визитом приезжал президент Соединенных Штатов Барака Обама, то на стол к нему подавали мерло как раз-таки с одной из винодельных, это винодельный Холик из региона Куновара. Ясно. А как все-таки вот изначально выстроить вот этот дегастационный тур? То есть есть эта индустрия такая, турагентство, прямо делают готовые пакеты? Кому-то обратиться или прилететь просто в Австралию и там уже разбираться по ходу. Ну, разбираться как ты разберешься? Ну, например, смотреть винные там, не знаю, заводы Австралии, заводики. Ну, смотрите, надо понимать, да, что когда мы говорим про там винный туризм и винодельный, может быть, вы рисуете себе там сейчас какое-то здоровое производство, там трехэтажный дом. На самом деле это реально очень маленькие такие вот винодельные, да, там винокурни. Может быть, имеет смысл вообще взять машину и просто ехать по дороге? Совершенно правильно. Значит, первое, с чего бы я начал, да, неискушенному в винном туризме, по крайней мере, по Австралии человеку, вот, это нужно потратить какое-то количество времени и просто выделить как минимум два дня, потому что за один день вы объективно не успеете проехать даже большую, там, даже половину виноделин, потому что надо понимать, что средний, среднего размера винодельческий регион, это там порядка 60, это может быть даже там 100 разных виноделин, они, в принципе, разные по истории, разные по винным коллекциям, поэтому нужно найти два дня, нужно арендовать в идеале какой-то автобус, да, опять-таки делать это лучше в компании друзей, потому что буквально там с каждым новым тестингом, с каждой новой порцией дегустационного вина, которого, как бы, да, потребляете, становится, да, жизнь становится все лучше, вот, и делать, конечно, все лучше в компании своих близких друзей, вот, и дальше вы просто определяете маршрут, там, оптимально вы можете, на самом деле, арендовать машину вместе с водителем, потому что, понятное дело, будет обидно, если там водитель будет кто-то из ваших друзей, все будет весело, а там кому-то будет не очень весело, вот, и начинаете, да, вот, из серии дверь в дверь, дверь в дверь, да, 30 минут здесь, куда-то вы заехали, вам не понравилось, куда-то вы заехали, понравилось так, что вы решили там остаться там, да, и попробовать еще какие-то вина, здесь вы заехали, пообедали, потому что винодельни реально разные, да, есть большие, там, коммерческие, промышленные винодельни, которые поставляют вино, Но как по всей Австралии, по торговым сетям, так и за рубеж. Подождите, ну как? Это же реальные фермеры, да? Они там живут, производят это свое вино или что-то еще делают. Как основной вид бизнеса или дополнительный. И тут вдруг раз на автобусе какая-то батага, значит, уже таких немножечко надегустирующихся ребят. Это у них как? Это прям принято, это обычное дело. Они там каждого встретить, приветить или там нужно как-то договариваться, что-то покупать. Это их бизнес. То есть, смотрите, вы заходите... То есть, они тебе должны что-то продать? Ну, они вам должны представить. Там про продажу никто не говорит, потому что, по большому счету, это ваш выбор. Но как это происходит? То есть, средняя винодельная, она включает в себя как минимум две вещи. Это, собственно говоря, дегустационный зал и магазин. Более сложный. Это такой стандартный набор, получается. Если есть винодельная, то есть, да. Вы приезжаете, заходите, вас, соответственно, там встречает некое количество человек, в зависимости от размера винодельни. Дальше вам показывают спектр продукции. Там, да, говорят, красные, белые. Опять же, есть определенная технология. Например, дегустировать вино. Лучше начинать с белых, слабых. То есть, допустим, сначала он предложит сувеньон, и уже затем закончит, например, вином пиногриджи. Потому что оно более тяжелое, более насыщенное. Вы просто не почувствуете, там, да, вот, собственно говоря, ощущение палетное, да, которое остается после, некое послевкусие, да. Потому что, опять же, в дегустации вина, там, в большом счету, существуют три параметра, да, вот как в парфюмерии. То есть, вы сначала нюхаете, да, какое-то там восприятие чисто вот через нос. Дальше вы прикупляете. А пробовать будем во второй половине нашей передачи. Да. Дорогие друзья, а пробовать будем во второй половине передачи. Оставайтесь с нами. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее будут вести Галина Конопосевич и Василий Богданов. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Болотов, руководитель отдела маркетинга «Креатив Вайн». Еще раз здравствуйте, Дмитрий. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну, обещали пробовать начать уже. Да. Мы говорили про то, что про вина, вот небольшие винодельни, это я напоминаю. Вкратце. Приезжаем. Приезжаем, да, вначале как-то. С белых. Более слабых, более, да. С легким к тяжелым. И, по идее, это должно закончиться тем, что, если нам понравилось, нужно купить бутылочку другую, да, или ящик. А то хозяева обидятся. Или как вообще. Смотрите, нет, ну, во-первых, австралийцы очень добрые, радушные люди, поэтому они никогда не обижаются по определению. Тем более, что я вас уверяю, я вот не видел никогда ситуации, когда люди из какой-то винодельни уезжали без покупки. Есть определенное, фактически надо понимать, да, что дегустация вина и презентация вина – это определенное шоу, да, потому что это должно быть интересно. Это должно… Вы не пришли в магазин, да, вы не пришли там в супермаркет, там, просто купили и там пошли. Это праздник, да, вы приезжаете туда и тратите, там, не знаю, определенное количество своего времени, там, денег и так далее, вот, ради определенного удовольствия. Вам нужно шоу, да, и это шоу вы получаете. Соответственно, есть определенный процесс, да, там, вам дают пробовать сначала один сорт вина, потом второй вы пробуете, там, что-то не нравится. От легкого более тяжелого. Да, от легкого более тяжелого, от белых к красным. Заканчивается это все, там, да, портвейными, допустим, или какими-то ликерными винами. Вот. Обсуждаете, там, вот это вот вкусно, это неинтересно, это более фруктовый вкус. Ставите там, да, себе какие-то, помечаете, там, параметры, что вот это вот мне нравится, я хотел бы это купить. После чего перепробовали все, решили, что вот я хочу вот здесь купить, допустим, да, там, две бутылочки такого-то вина. Ну, как правило, там, покупают дюжинами, там, минимум 12, да, потому что, опять же, большая часть этих вин, они эксклюзивные, вы не купите их нигде больше. Ну, да, да, это же маленькое винодельное. А вы возите, засрали вина, нет никакой проблемы, если вы берете там дюжину, ящик вина, как это все? Ну, как проблемы, таскать, тяжело. Ввозить нет, там, скорее, проблемы ввести. Может быть, есть какие-то налоги, я не знаю. Нет, 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 проблем ввозить нет, скорее просто каждая страна определяет количество, ну, определяет до лимит навоза. Насколько я понимаю, в Российской Федерации это литр вина или, по-моему, пол-литра, нет, два литра вина, кажется, один литр крепкого алкоголя, либо-либо. А вот смотрите, а если, допустим, ну, дегустировали-дегустировали, надо перекусить, если там какие-то ресторанчики. Или так надегустировались, что надо бы и поспать бы там часок. Вот как эта инфраструктура там имеет место быть? Может быть, эти рестораны находятся при винодельнях, или нужно понимать, что это далеко ехать с собой, чтобы собрать какие-то тормозки? Нет, разумеется, ну, может быть, не на каждой, там, второй, да, винодельня, но, по крайней мере, на каждые, там, 10 виноделин будет представлен там, либо ресторан, либо какой-то кафетерий, и примерно на 20 виноделин будет... Какая-то небольшая гостиница. Будет либо небольшая, либо большая гостиница. Опять-таки, что характерно для Австралии, возможность отдохнуть и перекусить доступна на абсолютно любой кошелек. То есть от, начиная с пятизвездочных отелей, да, там, со спа-салонами и так далее, заканчивая каким-то уютным отелем в стиле крокодила Данди, да, где, там, буквально за 50 долларов, вы сможете прекрасно отдохнуть в красивой чистой комнате, и на завтрак вам еще предложат, там, традиционный английский завтрак, да, яичница с беконом и тостом. А вот с точки зрения природной составляющей, вот я вижу, там, какой-то черный кенгуру где-то был на одной из фотографий. Это же по сельской местности происходит путешествие? Да, разумеется, все по сельской местности. Что там такого? Скачут эти кенгуру через дорогу, там, или как? Как это все происходит? Ежики бегают? Ну, смотрите, кенгуру, на самом деле, это милое животное, но оно для самих австралийцев создает очень большие проблемы, потому что, ну, опять же, надо понимать, да, по размерам Австралия, это континент, который сопоставим, например, с европейским континентом, при этом там живет всего 23 миллиона человек, и, ну, популяция, она сконцентрирована в больших городах, соответственно, расстояние между городами, там, маленькими, да, там... Довольно приличная, да. Да, это, там, примерно 100 километров, это совершенно нормально, это считается как, вот, там, соседний район буквально, да. Ну, вот, соответственно, между ними это национальные парки, это много различной природы, и кенгуру, дикие животные, да, кенгуру, страусы, эмот. Я вот лично достаточно много путешествовал, и они почему-то любят выбегать на дорогу после захода солнца, и вот так вот едешь, и очень аккуратненько смотришь, не светятся ли впереди глазки, да, потому что они реально очень любят перебегать дорогу на проезжающую машину, ну, вот, а если там вы случайно въедете в папу кенгуру, то мало не покажется, да, то есть там случаев таких достаточно много. А что происходит? Кому не покажется мало кенгуру? Ну, кенгуру в том числе... А, ну, то есть как в коробку буквально того же, да. Вот, поэтому по, по крайней мере, региональной Австралии рекомендуется ездить со специальным устройством, по-английски он называется... Да, кенгуриатник, еще дополнительно есть такой технологический прибор, он называется шуру, это вы его включаете, и на очень высоких частотах он посылает звуки в пространство, в ультразвук, да, которое предполагается, что не нравится кенгуру, они, по идее, должны как-то очень медленно отходить. Вот, а вторая проблема, это, вы не поверите, это страусы М, потому что я лично чуть было не сбил два больших страуса, вот, вовремя успел нажать на педаль тормоза, и страус благополучно перебежал дорогу, потому что, как мне рассказывали, одна из проблем для автолюбителя, от страусов очень много перьев, там практически приходится менять двигатель. Да, а не бывает такое, что, ну, вот, как-то они агрессивно себя ведут по отношению к человеку, там, ну, не знаю, выпрашивают корм или что-то еще? Не, ну, на самом деле, это все-таки дикая природа, и, там, они объективно стараются... Не встречаться. Не встречаться лишний раз. Вот, а если вы приходите в национальный парк, то, естественно, там, они к людям привыкли, и, в принципе, уже даже ожидают каких-то знаков внимания, там, какой-то подкормки. Так, и вот еще такой вопрос. Сами вы вот, когда путешествовали, вот, именно дегустационное путешествие, я имею в виду, как выстроили свой маршрут, и вообще, сколько нужно дней. Да, если, например, нам сейчас какой-то совет уже сформировать. Да, как много нужно виноделин в один день объехать. По какому кругу? Да, вкусовые рецепторы, они же притупляются, там, я не знаю, как много можно вин за день перепробовать, чтобы все-таки отличать одно от другого. Ну, я вам скажу, перепробовать за день и за два можно вин достаточно много, тем более, что вы, в общем-то, пьете не, там, стаканами, да, вы пьете буквально по чуть-чуть. Какое-то вино вам нравится больше, вы, соответственно, пьете больше. Но здесь важно, опять же, понять общие ощущения, нравится вам, не нравится. Да, и здесь момент послевкусия тоже очень важен. Ну, смотрите, все начинается с домашней работы, нужно просто потратить, там, не знаю, пару часов. Опять же, в зависимости от того, куда вы едете, в какой регион вы едете, страна большая, большая часть туристов пока направляется исторически в Сидней, соответственно, если вы едете в Сидней, смотрите этот регион, то обязательно надо заехать в регион, который называется Ханте-Валей, это буквально 34 километра от Сиднея, берете машину в прокат. В идеале найти, на самом деле, какого-то человека, который будет одновременно водителем и путеводителем, гидом, да, сэкономить и время, потому что вина на деле много, он, по крайней мере, подскажет, что вот здесь вот там лучшее вино такое-то, здесь такое-то. Ну, не все же любят, например, белое вино, кто-то любит красное. Нет, смотрите, на самом деле более-менее понятно. Самое главное, что, ну, как, нужно подготовиться, посмотреть по интернету, составить примерный маршрут и взять хорошего сопровождающего. Вот, я бы еще сказал, что самое важное – иметь хороший настрой. Ну, из этого зачем же ехать, да. Почему? Потому что поход на любую винодельню, опять же, это целая история. И небольшой тоже совет – старайтесь не ездить туда в пятницу, субботу и воскресенье, потому что там будет очень много австралийских внутренних туристов. Самое лучшее время – это, соответственно, вторник, сын, да, или четверг. Когда туристов мало, соответственно, внимания к вам будет больше. Австралийцы – люди очень открытые, к россиянам они относятся очень хорошо. Ну, они, в принципе, ко всем относятся очень хорошо, но Россию они почему-то очень особенно любят. Они будут задавать вам очень много различных вопросов, так что будьте готовы. А язык в основном английский, да? Язык английский, но он австралийский английский, поэтому, может быть, тоже небольшой. Произношение, наверное, отличается. Что бы я рекомендовал для тех, кто, условно говоря, знает английский язык, посмотрите фильм «Крокодил Данди» в оригинале, чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь. Смотрите, осталось совсем немного времени, буквально 4 минуты, И мы хотели спросить, вот вы же еще и, ну, помимо этого интересного путешествия, руководитель по маркетингу «Креатив Вайн», да? А вот в России винный туризм вообще как-то развивается? Какую-то проекцию на Россию сделать, да. Да, я знаю, что у нас тоже есть и в Крыму, но не только там какие-то виноградники. Или там еще какие-то виды туризма винного. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, пока, к сожалению, винный туризм в России, он еще находится в стадии развития. То есть, впереди достаточно большая и серьезная работа, которую нужно провести. Но что нас радует, то, что многие производители вина уже поняли, что винный туризм – это, по большому счету, очень интересный, хороший маркетинговый инструмент для привлечения людей, собственно говоря, к категории, для переключения… Ну, и просто для ознакомления с продуктом, потому что там водка, да, есть водка. А вин-то их обесчисленное множество со всеми нюансами, ну, конечно. Ну, и в частности, в рамках нашей компании у нас есть целое направление, есть целый отдел, который занимается винным туризмом. В Тверской области у нас, собственно говоря, есть собственное производство. Мы приглашаем всех к нам на нашу виноделью. Ну, у нас там ягодные винодели, да? Я вот слышал. Да, 80% нашего бизнеса сейчас – это ягодные виноделия. Это, собственно говоря, клюквенные вина на основе свежевыжатого клюквенного сока. У нас есть собственные плантации. Плантации клюквы? А они же на болоте растут? Ну, на болоте, собственно говоря. Плантация на болоте и есть. Да, у нас есть и клюквенные плантации, и также плантация голубики. Опять-таки, это наше большое преимущество. Вы такие единственные в России, по-моему, такой завод, да? У вас, я не слышала, чтобы была клюквенная, ну, не только клюквенная, а ягодная вина, чтобы были. С точки зрения комбинации, опять-таки, наличия собственных ресурсов, мы действительно уникальное предприятие. И, на самом деле, у нас уже столетняя экспертиза, потому что год назад мы отмечали столетие. Провели очень большой, интересный клюквенный праздник, фестиваль клюквы. Заявили о том, что город Весегонск – это клюквенная столица России. В сентябре этого года клюква, как бы, поздняя ягода, да, она начинает, сбор ягод начинается на третьей неделе сентября. Так что следите за анонсами, заходите на наш сайт. То, что у нас есть сейчас, у нас есть совершенно потрясающий дегустационный зал. И после посещения нашего винзавода, который полностью автоматизированный, вот современное производство, все наши туристы идут в специальный дегустационный зал. У нас опытные сомельеонологи, которые представят, собственно говоря, коллекцию. Не хуже, чем это делается в Австралии. Это, опять же, интересное шоу. Там достаточно широкая у вас продуктовая линейка. У нас достаточно, да, у нас несколько ассортиментных коллекций, но, опять-таки, основное наше производство фокусируется на именно клюквенных винах. И после чего люди могут приобрести продукцию в нашем фирменном магазине. Ну, и само собой, да. Так что приезжайте в город Весегонск. Вино-туризм сейчас развивается не только в Австралии, но в том числе в нашей России, вот, чему мы очень рады и способствуем этому. Да, спасибо за приглашение. Ну, и в завершение программы, я вижу, вот, вы принесли еще одну фотографию, одну вы показали, там, Хью Джекман, что такое дегустирует. И Опра Уинфри, да. Кто еще? Это известная, это ваша коллега, на самом деле, это известная американская теледива Опра Уинфри. И Хью Джекман здесь угощает своим любимым вином Шерас, Опра Уинфри, которая приехала в свой туринг в Сиднею в 2010 году. И вот вы вторую какую-то принесли фотографию, тоже интересную. Ну, да, на самом деле, возможно, ваши зрители помнят, была такая, собственно, продолжает работу группа, которая играет Stevie Heavy Metal, это группа ACDC. Ну, некоторые, я-то помню, да. Да, и, собственно говоря, вот, группа австралийская и совместно с одной из виноделин, как раз-таки, в регионе Хантовали, по Циднеям, они сделали вот такую свою коллекцию на ACDC, да, которую, я, условно говоря, здесь назвал, винная коллекция в Stevie Heavy Metal. Ее можно приобрести через сайт, либо, соответственно, напрямую, приехав на эту винодельню. Так что, видите, всегда очень много всего необычного, интересного можно встретить в рамках винного туризма. Спасибо большое за рассказ. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. В гостях у нас был Дмитрий Болотов, а передача вели Галина Конопосевич и Василий Богданов. До свидания. До свидания.